Мы продолжаем говорить про Intel NUKE, это один из самых мощных мини-ПК. В этот раз свяжем его с карточкой NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Но не стоит забывать о работе вне дома. Короче говоря, два сценария — игровой ПК дома и портативный на работе или в поездках. Для начала вспоминаем, что такое Intel NUKE Skull Canyon. Корпус размером с 7-дюймовый планшет, внутри которого установлен Core i7-6770HQ, все нужные адаптеры, включая Bluetooth, Wi-Fi, ИК-порт, а также 4 USB 3.0, Thunderbolt 3 в виде Type-C, SD-карт-ридер, мини-дисплейпорт и HDMI. Ну и, конечно, оперативная память размера SO-DIMM и типа DDR4. А также SSD в слот M.2 докупается отдельно. Об этом мы уже говорили, и вы знаете, что NUKE действительно мощная машина в невероятно маленьком корпусе, который можно закрепить даже на заднюю часть монитора. Внутри у нас лежат две планки по 16 гигабайт ноутбучной ASU от Kingston формата SO-DIMM. Дополнительной SSD тоже лишним не будет, так как здесь два слота M.2, поэтому используем твердотельный накопитель от тех же Kingston на 480 гигабайт. Это не самое быстрое решение на рынке, да и от самих Kingston около 500 мегабайт в секунду на чтение и запись, но для игр его хватит с головой. Intel большие молодцы, так как не поскупились на Thunderbolt 3, с помощью которого мы и будем подключать нужные нам устройства. Итак, делаем из NUKE игровой ПК. Звучит это громко и может быть чересчур, но вы сейчас сами всё увидите. Корпусов для видеокарт на нашем рынке совсем немного, поэтому выбор был почти очевиден. Либо ASUS ROG XG Station 2, либо Bizon Box 3. Получилось опробовать оба бокса, где Bizon оказался меньше, а ASUS ROG лучше. В любом случае выбор сделает каждый сам, но оба эти варианта — хорошее решение. ASUS при этом имеет мощное охлаждение, подсветку и кучу дополнительных портов. Итак, карта. Мы используем NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. На сегодня это мощнейшая карта на рынке для игр. Самое прекрасное здесь заключается в том, что для того, чтобы завести машину, достаточно взять комплектный двухсторонний Type-C, один конец воткнуть в NUKE, второй в бокс с видеокартой и всё. Ставим драйвера NVIDIA и у нас полноценный игровой компьютер. Для того, чтобы было сразу понятно, на что способна эта связка с 1080 Ti, запускаем тест 3DMark. В итоге получаем невероятную цифру почти в 8000 баллов. Вы уже догадываетесь, да? CS GO выдает 230-250 кадров в секунду — это очевидно. В Dota 2 получается примерно такой же результат — минимум 230 кадров, и это круто. А вот в Battlefield 1 на ультра-настройках выходит всего 60 кадров, и не потому что компьютер не может, а потому что ограничение монитора, который мы используем, всего 60 Гц. Поэтому и получаются такие цифры. Игра это видит и не даёт больше. Если, например, подключить Monique с разверткой 144 Гц, то выдавать компьютер будет под 100-120 FPS в Full HD разрешении в Battlefield на ультра. То же самое касается GTA V. 60 кадров с нашим монитором — стабильных и не падающих. Если подключить монитор с большей частотой, то будет уже около 90 кадров в секунду. Вы уже знаете, на что способна карта от Nvidia, и видели все показатели раньше. Нам, на самом деле, нужно лишь было убедиться, что Nuke тянет. И такого монстра, как 1080 Ti, он тянет. Подтверждаем. Thunderbolt 3 имеет скорость до 40 Гбит в секунду, в то время как PCI Express 36, то есть потери с таким подключением быть не может. А это, в свою очередь, не может не радовать. Что касается работы с графикой, то Premiere Pro, Resolve и программы вроде Cinema 4D работают быстро. Монтаж 4К и даже это. Это во всех смыслах игровой сетап, но который может быть и платформой для монтажа. По большому счёту, Nuke с внешним боксом может заменить огромный игровой компьютер. Это реально так. Давайте посмотрим на результаты до подключения видеокарты и после. Например, CS GO выдавала около 20 FPS на средних настройках со стандартной графикой, а с 1080 Ti этот показатель 250 кадров в среднем. На таблице продемонстрированы остальные игры, разницу вы видите сами. Едем дальше. Уникальность Intel Nuke состоит ещё и в том, что если дома это игровой компьютер, то на работе просто быстрый ПК. Но что ещё более важно, эту штуку можно взять с собой, и опять же спасибо наличию Type-C. Понятно, что можно купить мощный ноутбук, но он и стоить будет в разы дороже. Но как превратить Nuke в портативное устройство? Для этого есть портативный монитор, один из таких Asus Zen Screen MB16AC. Монитор на 15,6 дюймов с Full HD IPS-матрицей и одним лишь разъёмом Type-C. Правда, здесь уже никакой поддержки Thunderbolt 3 нет, всего лишь мини-дисплейпорт версии 1.2, но больше нам и не нужно. Мы также подсоединяем кабелем монитор к Nuke и получаем картинку. Никакое питание здесь не нужно, оно подаётся вместе с картинкой. Собственно, сам монитор толщиной с iPad. Легко всё это убрать в портфель вместе с Nuke и поехать хоть на отдых, хоть на выставку. В принципе, сюда и без Unbox поместится, если постараться. Что касается мышек и клавиатур, то здесь каждый для себя решит сам, так как вариантов полным-полно. В нашем случае используется Microsoft Universal Foldable Keyboard, так как она очень компактная, подключается к Bluetooth, что самое главное складывается пополам. То, что нужно в дороге. Что касается мыши, то это Surface Arc Touch. Просто хорошая, небольшая мышь, тем более складная. Ну и последнее — хранилище. Это очень немаловажно. SSD больших объёмов формата M.2 или даже NMVE стоит совсем не дёшево, поэтому хороший вариант — внешний жёсткий диск. Тут нужно понимать, что самые дешёвые с играми или монтажом не помогут. В общем, хороший вариант Sony PSZ-HB1T или 2T, диски на 1 или 2 ТБ, в защите, симпатичные внешние с подключением по Thunderbolt или USB 3.0. Скорость составляет 150 Мбайт в секунду. Не самый быстрый показатель, но стабильно. Очень стабильно, и даже на игры этой скорости хватит. Что получается? Nuke по-прежнему стоит около 40 тысяч. Какой брать бокс? Оперативную память, накопитель и видеокарту вы решите сами, но чтобы получить реально мощный игровой ПК, достаточно будет и 80 тысяч рублей в сумме. Второй сценарий — Nuke в дорогу. Здесь, по сути, нам нужен только внешний монитор. Опять же, Asus стоит около 17 тысяч в переводе на рубли, но в России, к сожалению, пока что не продается. Зато есть на иностранных площадках. Вы скажете, что за такие деньги можно купить большой игровой ПК, и это действительно так. Плюс мы не призываем покупать именно этот компьютер или комплектующий, просто на большом компьютере вы уже не сделаете то, что мы показали, не возьмете его с собой. Мы собрали классный сетап и надеемся, что эта информация была для кого-то полезна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...